Привет, это Скреп Механик и мы продолжаем здесь мастерить, выживать и фермерить. Короче, в прошлой серии я пообещал, что мы отсюда уже свалим скоро. Ну, насчет скоро я не знаю, но мы сегодня поедем обустраивать наше новое место. А сперва, сперва давай мы продолжим то, на чем мы закончили в прошлой серии. А именно создание робота-повара. Почему у меня тут не хватает ингредиентов, я не понял. Я что-то скинул в тачку что ли? Сейчас, минуточку, надо разобраться. В общем, вся проблема в том, что я сделал, смотри, я сделал контроллер. Вот, теперь мы можем делать закрывающиеся, открывающиеся двери и также еще сделал поршень, целых два. Нам это нужно будет для моста. У нас будет подъемный мост. Ты, наверное, думаешь, где ты его собрался делать? Короче, в прошлой серии мы ходили к деду, у него там есть небольшая горочка. Так, все, для повара у нас все готово, создаем. А для того, чтобы туда без проблем добираться, надо сделать мост. О, а вот и наш шеф-повар выпал. Пойдем глянем на него. Такой маленький, слушай. Снимаем и поставим его, пожалуй, сюда. Разворачиваем. Какой же он прикольный. Что-то готовить умеешь? Ну-ка, показывай. Пицца-бургер! Веганский бургер, батон, реаниматор. А как это выглядит? Ты посмотри сюда. Ммм, я бы такое сожрал. Ну, ингредиентов сюда, конечно, прям капец немеренное нужно. Значит, смотри, молоко вообще без проблем добыть. Мясо тоже без проблем. Пойду, сейчас коровку какую-нибудь забью. И тут написано, любимая еда механиков. Поднимает все показатели до максимума. Боже мой! Любая, короче, еда из трех тех вариантов поднимает до максимума все показатели. Корова, корова. Прежде чем мы поедем, естественно, нужно сделать бургер. Как же не похавав бургер, ехать куда-то. А вот, собственно, и кусок говядины. Забираем. Теперь осталось эту говядину найти живой. Чтобы подоить и добыть молоко. А вот, собственно, и говядина. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига. Вот это кувырок. Все гимнасты мне просто сейчас позавидовали. Как раз вот у нас тут рядышком кукуруза. И роботы. Но теперь они нам не помеха, потому что у нас есть бурбострел. Значит, чтобы подойти корову, добываем кукурузу. Я уже такой на опыте. А помнишь первые серии, когда я вообще ни шиша не знал, да? Ух, как это было давно. Хотя вроде бы и недавно. Коровка мне, пожалуйста, две банки молока. Выдайте. Одна баночка есть. А вот на вторую нам не хватило кукурузы, к сожалению. Хотя, кого я обманывал, я просто был невнимателен. Да даже без этой кукурузы корова нам все равно отдала молоко. Спасибо, вы очень щедры. О божечки, божечки, наконец-то я поем нормальную зимную вредную пищу. Создаем. Это еда расширяет мои бока, как он готовит вкусно. Что ты, 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 ты смотри, главное не съешь это. Поднюхи вытащи. О, он солит. Забавно, забавно. Давай, давай, я это сейчас съем. Готово. Ништяк он у нас есть. Ну-ка возьму в руки. Где он? Ой, божечки, божечки, какой он здоровенный. Итак, смотри на мои характеристики. Голод, вода. Съедаем. Все показатели по максимуму. Нас не обманули. Здорово. Ну что, все, можно ехать. Можно ехать строить мосты. Погнали. Вот мы и приехали. Здесь будет наш будущий дом. Рядом с дедом Таргашом. Кстати, можно, в принципе, попроситься к дедушке пожить у него. Но не думаю, что нас пустит. Он слишком вредный. Короче, тут есть дорожка, по которой вот мы сейчас заезжаем на тачке. Она, конечно, ну, мне совсем не нравится. Тут тяжеловато по ней ехать. Главное, не перевернуться. Потому что тачка у нас широкая. Надо будет поменьше сделать под габариты этой дорожки. Вот, собственно, мы заехали. И вот тут вот обрыв. Такой серьезный обрыв, через который мы будем делать мост. Я говорил, что это место, конечно, очень прикольно. Но трудно реализовать там свое жилище. И чтобы тачка туда проезжала. Но мост решит эту проблему. В начале нам нужно сделать рабочую тропинку. Чтобы мы могли перемещаться с этого холма на тот холм. Вообще без проблем. В прошлый раз мы такой уже мостик делали. В этот раз мы сделаем его пошире. Строительный мостик у нас готов. Мы на этом холме. Теперь можно переходить к строительству полноценного моста. У нас появились небольшие сложности с деревом. А где быстро взять дерево? Правильно. Либо спилить, либо раскурочить ларьки. Твои же ржавые болты. Как я неудачно упал. Что за день? Коровы на дорогу выбегают. Суицидники. Сколько здесь дерева. Боже мой. Все это надо разобрать. Срочно. Теперь это все будет наш будущий мост. Вот собственно что осталось от ларьков-морьков. По крайней мере двух штук. Вот этот еще даже как-то более-менее стоит. Но дерева здесь нет. А остался еще вот этот вот ларек-морек. Я его чуть-чуть буквально подразобрал. Но оставил на запас. Ларьков-морьков-морьков. Упс. У нас кажется получилось. Но теперь этой штуковине нужно как-то придать правильный градус. Для этого мы попробуем воспользоваться контроллером. Надеюсь он нас выручит. Вставим его здесь. Подсоединяем. И теперь осталось только разобраться как это все работает. Давай мы попробуем еще подключить вот сюда это все дело. Достигнут лимит. А если мы улучшим? О! Теперь можно два подсоединить. Шикарно. Ух ты ж нифига себе! Мостик поднялся. Ну-ка давай попрыгаем. Все отлично держится. Но нам нужно как-то немножечко градусов подопустить. Давай мы на втором сделаем как-нибудь минус 30. Во! То что нужно! В общем нагрузка вот на этот наклон растет. Контроллеры не справляются. Смотри в чем прикол. Я сейчас подстрою сюда еще часть моста. И видишь он как бы проседает. Но тем не менее мы мостик уже достроили. И это шикарно. Все! Мост готов. Можно его конечно удлинить. Чтобы вот эта горка была поменьше. Давай попробуем сделать здесь 15. И посмотрим поднимет. Нет не поднимет. А если вот так вот? Нет. Нифига. Мост не поднимается. А нам нужно чтобы он поднимался. И что делать? Либо облегчать конструкцию. Либо придумать что-то другое. Что если мы? Что если мы? Улучшим еще раз. Теперь делаем что? Ну во первых надо пожрать. А теперь давай попробуем знаешь что сделать? Убрать вот здесь вот деталюшечку. Главное чтобы мост не развалился. Теперь сюда ставим вот так вот. Подшипник еще один. И все это дело соединяем. Только надо соединять вот отсюда. Но так не получится. Блин! Надо мост поднять. Есть идейка как его поднять. Но может не хватить. Ну вот. Вроде бы высоту мы получили какую нужно. Пойдем посмотрим. Усо! Вровень! То ж нужно. Ля пота! Подсоединяем подшипник к контроллеру и смотрим. Блин! Нифига не вышло. У нас проблемы Хьюстон. Поворачивается именно один блок. Че делаем? Че делаем? Че делаем? Ну и попробуем сделать вот так. Ооооо! Вся жизнь упала у меня на дно. Но у нас есть сварочный аппарат. Подожди. Подожди. Мы сейчас сделаем по другому. Поставим здесь и все это сейчас разберем. Момент истины. Значит, здесь у нас минус тридцать. Минус тридцать. Смотрим. Пока ничего. Это у нас все без проблем. Все без проблем. Держится вот за эти штуки. Надо бы их тогда убрать. И смотрим. Но мост держится. Дай бы пробуем еще разок. Плюс тридцать. Не, нифига. Вот эти поворачиваются, а вот эти не поворачиваются. Еще нужно убрать вот эти вот какие-то. Это подсоединено. Вот это надо убрать. Хоп. И здесь тоже. Хоп. Ааа, блин. Ну как так? Короче, чтобы не забывать, где у нас подшипники, нужно перекрасить эти блоки. И все. Вся проблема решится. Значит, тут. 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 И тут. То есть к этим блокам, которые покрашены оранжевым, нельзя подсоединять другие блоки. Кажется, все получилось. Пойдем протестируем. Опа. Вот это опустилось. Прям рухнуло, я бы сказал. А подняться сможет? Сможет. А что так быстро? Ой-ё-ё. Ой-ё-ё-ё. Вот это да. Вот это поворот. Мост сложился в обратную сторону. Я там немного переборщил. Давай-ка выправлять обратненько все это. Сейчас меня как обратно шманты льнет. Пока все хорошо. Мостик, выправляйся, пожалуйста. Ну, мостик сломался. А если мы контроллер уберем? О! О! Все, встал на свои места. Возвращаем контроллер. Ну что, я нас поздравляю, мост готов. Сейчас попробуем заехать туда на тачке и поднять мост. Конечно, он работает не так, как я хотел бы. Он работает очень медленно. Это все из-за того, что у него колоссальный вес. Блин, а еще, по-моему... Да. По-моему, моя тачка на него не заедет. О, черт. Ладно, значит, будем делать вот так вот. Вылазим. Берем тачку на подъемник и поднимаемся. В принципе, я с таким же успехом мог по той лесенке пробежаться и все. Ну, короче, вот типа мы заехали на мост. Тачка у меня здесь встала. Здесь как раз расстояние то, что надо. А, нет. Колесо упало. Ну, вот типа мы заехали. Все, тачка здесь. Отлично. Теперь поднимаем мостик нажатием вот этой кнопочки. Сейчас он должен подняться. Вот смотри, поднимается. А это означает, что сюда никто больше не попадет. И это очень классно. Эту лесенку на всякий пожарный я оставлю. Надеюсь, она нас когда-нибудь спасет. Ну, а теперь пришло время теста. Сейчас мы попробуем здесь посадить что-нибудь. И посмотреть, прибегут ли сюда роботы или нет. Конечно, трава меня смущает. Прям капец как. Посажу здесь наконец-то морковку. Впервые буду выращивать ее. До этого не садил. Вроде бы. Если память меня не подводит. Неавторизированное земледелие появилось. Через 10 часов сюда должны проникнуть роботы. Вот мы и посмотрим, смогут ли они сюда попасть. 10 часов вечера. Через 2 часа к нам прибегут роботы. Надо включить прожекторы. Буду следить за своей фермой. Как звер. Момент Икс настал. 2, 1, 0. Роботы бегут. Смотрим. Где эти роботы? Роботы. Где вы зареспаунитесь? Вроде бы. Вроде бы. Их тут нету. Вон они, смотри. Вон они внизу пытаются залезть. Но никак. Переворачиваются. Бьются об камни. Ну что ж. Тогда со спокойной душой можно это все дело удобрять. И ехать в старый дом. Собирать манатки. Кстати, я здесь реализовал быстрый спуск. Чтобы не ехать по мосту. Все это делается вот таким вот образом. Просто падаем вниз. Прямо к роботам. Можно даже сделать это вот таким вот образом. Садимся в тачку. И задним ходом сдаем. Роботы до сих пор пытаются залезть на гору. Но у них это слабо получается. Мы дома. Пойдем посмотрим, что там нужно для последнего бота. Нужно 50 вот таких вот металлических блоков. Пойдем посмотрим, как они делаются. Вот они эти блоки. Ого. Это очень дорогущая штука, я тебе могу сказать. Короче, вначале делаются вот такие блоки. Потом вот такие. А из них вот такие. Пока у нас там все это мастерится и делается. Мы разбираем старую нашу грядку. Черт возьми, закончилась горелая древесина. Так что погнали в горящий лес. А вот собственно и лесок. То, что нам нужно. Пойдем рубить. Все материалы собраны. А это означает, что бот сейчас будет создан. Надеюсь, он будет не такого большого размера, как бот-производитель. Сейчас узнаем. Бот-закройщик. Создать. Сейчас он упадет на бота-производителя. Опа. Ну, слушай, практически такого же размера. Давай его передвинем вот сюда. Ну, ничего себе. Теперь у меня есть шкаф со своим шматьем. И можно будет переодеться в нормальные вещи. Но то, как я буду переодеваться и переезжать, ты увидишь в следующей серии. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайки под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан. Увидимся в следующем видео. Пока.